Бог благ! Бог благ! Бог благ! Молодцы! Хорошо! Вы знаете, я хочу сегодня проповедовать на одну тему. Давайте откроем. Параллелепоменон 22. А, дети. О, дети. Это самое драгоценное то, что может быть. Мои дети выросли в церкви. Сегодня Павлу 25 лет. Катя 22 недавно. И они выросли в церкви. И я благодарен Богу, что они выросли в церкви. Так что это свидетельство, что детей надо водить в церкви. Мы хорошо научены. Господь, я прошу Тебя, благослови наших деток. Наполни Духом Твоим, силой Твоей, огнем Твоим. И дай им, Господь, быть, Господи, в послушании родителям. И в послушании учителям. Дай учителям, Господь, знания и силы, и мудрость, Господь. Как воспитывать их, Господь. Как дать им тот правильный посыл, чтобы они верили в Тебя. Великий Бог, слава Тебе. Отец, Сын и Дух Святой. Все сказали Аминь. Аллилуйя. Классно. Как хорошо и как приятно. Жить братьям вместе. Давайте, Паралипоменон, 22 глава. И призвал Соломон сына своего. Мне нравится, когда он призывает сына. Знаете, сколько сыну Соломона тогда было? Он был младенцем, маленьким, подростком даже не был. Юноша. Но он уже призывает и говорит, слушай, есть такое дело. Я не закончил одно дело. Я очень хотел это. Построить храм. Вы знаете, тема моей проповеди, это вера, она всегда целеустремленна. Вера, это не когда ты лежишь, а под тебя что-то течет. Вера, она целеустремленна. Если ты не целеустремленный человек, значит, ты неверующий. Если у тебя нету цели в жизни, значит, ты неверующий. Целеустремленность – это признак веры. Хорошо, давайте прочтем. И сказал Давид Соломону, сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего. Но было ко мне слово Господне. И сказал, ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моего, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родился сын, он будет человеком мирным. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон. И мир, и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему буду отцом. Утвержду престол его, царство его над Израилем навек. И ныне, сын мой, да будет Господь с тобой, чтобы ты был благоуспешен, построил дом Господу, Богу твоему, как он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум поставить тебя над Израилем и соблюди закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен. Если будешь стараться исполнять уставы закона, который заповедовал Господь Моисею для Израиля, будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай. Мне нравится это слово. Тут первый раз просматривается, будь тверд и мужествен, еще сделай что? Научись радоваться, не унывай. Некоторые люди в труде, они унывают в работе, в цели, они унывают. Но что еще признак веры? Это не унывай. Что бы ни происходило, если ты видишь будущее, строй и не унывай. Мне нравится, как он дает посыл своему сыну. Это благословение. И вот я при скудости моей приготовил для дома Господня сто тысяч талантов золота, тысячу талантов серебра, меди и железа. Нету веса, потому что их множество. Деревья и камни я также заготовил. Ты еще прибавь к этому. У тебя множество рабочих и каменотесов, резчиков, плотников и всех способных на всякое дело золоту, серебра, меди и железу. Нет счета. Начни и делай, Господь будет с тобой. Целеустремленность Давида не сказала, Соломон построит, пускай заготавливает. Вы знаете, часто у нас такая поговорка есть, а после нас хоть потоп. И люди не понимают, что если вы не ставите правильное основание тому, что должно происходить в твоей жизни, ты не увидишь будущее свое благословенным. Давид стремился к будущему. У него была цель. Он был целеустремленный. Мы живем один день, но Давид жил целеустремленной жизнью. Он стремился к большему. Я говорю о том, что Бог дает тебе веру для того, чтобы ты не просто прожил эту жизнь, а чтобы ты заложил основания для будущих поколений. Скажи будущее у тебя в руках. Если Бог сказал, я благословляю, я благословлю тебя, то ты должен закладывать свое основание правильно. И вы знаете, самое интересное, он готовился к постройке дома. Он заготавливал все. Он не протранжирил это. Он не испортил это. Он что? Он строил. Он продолжал строить, хотя он не строил этот дом. Он заготавливал все к дому. Вы знаете, стройплощадка уже была готова. И все было подготовлено для того, чтобы даже начать это, но он не мог, потому что Бог ему запретил. Вы знаете, некоторых останавливает, что Бог запрещает их. Но послушай, тебе не запретили заготавливать. Тебе не запретили делать что-то, что может рука твоя. Бог построит этот храм, и он будет строить. Вы знаете, часто мы перекладываем на плечи других людей это. На плечи Соломонов, на плечи служителей. Но Бог сказал мне быть здесь. И строить, и носить деревья. Вы знаете, самое интересное, когда мы строим храм, мы строим церковь, нам надо научиться платить за это, скажите, цена. Вот цена это то, что тебе очень дорого. Оно тебе что-то стоит. И некоторые не способны платить цену по одной причине, что они не способны дойти до конца. Они думают только прожить этот день. Они думают, что Бог бы благословил только их. Но послушай внимательно. Твое основание закладывается в том, что ты делаешь. В том, что Бог предложил и дал тебе, как желание сердца. И даже если ты не чувствуешь, что ты это построишь, достроишь до конца. Закладывай основание. Он приготовил несчетное количество железа, камней. Я не знаю, сколько это было. Он приготовил столько-то, столько-то золота. И это все уже было приготовлено для Соломона. Соломон, ты должен правильно этим распорядиться. И прибавь к этому. Потому что ты тоже должен платить цену. На шару ничего не бывает. Некоторые думают, что я пришел в церковь и все. Послушай внимательно. Бог хочет благословить твои поколения. Но если ты не закладываешь правильное основание, ничего не будет. Шара не прокатит. Надо платить цену. Вы знаете, давайте прочтем еще одно место. Это Новый Завет. Вы помните, Иисус, Он тоже учил нас, чтобы мы были целеустремленны. Целеустремленность – это когда ты знаешь и видишь тот результат. О, красиво, целеустремленная вера. Молодцы. Так. Быстро. Очень быстро. Это в Луке 22 глава. Точно 22, да? Хотел быстро. Не получится. Пропустил. Тринадцатая глава. Да. Тринадцатая глава, 22 стих. Запомнил 22, но 13 забыл. Тринадцатая глава, 22 стих. Проходил по городам и селениям, учая, направляя путь свой к Иерусалиму. Смотрите. Он закладывал основания. Но целью его было что? Умереть в Иерусалиме. За тебя и за меня. Вера, она всегда целеустремленная. Вера, она всегда ведет тебя к той цели. Хотя и цена была велика. И дорого он заплатил за это. Она всегда целеустремленная. Вы знаете, некоторым людям сегодня нужно определенно знать, что цена, которую вы платите, она очень велика. Она очень велика. В Матфея 14 главе описывается женщина, которая стремилась к Иисусу. Чтобы коснуться края одежды. Вы знаете, она платила цену, и она была очень целеустремленная женщина. Потратил все свои состояния на то, чтобы излечиться. Вы знаете, некоторых на обследование к врачу не поднимешь. Там столько очередей надо просидеть. Хотя уже возраст такой, что надо и проверяться, дорогие мои. Анализы сдавать. Потому что холестерин повышается, сердечко не вечное. Правда, оно все меняется. И диспансерный прием... А? Что? Диспансерный прием, он не отменяется в твоей жизни. Вы знаете, если ты хочешь прожить долго, то это не значит, что ты должен забыть о врачах. Это значит, что ты должен научиться пользоваться тем, что у тебя есть. Еще раз скажу. Научись пользоваться тем, что у тебя есть. Научи корректировать свое положение. И вы знаете, корректировать это направляет свой путь. Правильно. Я проживу вечно. Если ты так будешь транжирить свое время и есть в Макдональдсе, дорогой мой, не проживешь вечно. Вы знаете, есть вещи... Я не против Макдональдса. Раз в месяц можно сходить, но не каждый день, дорогие. Проблема в чем? Когда ты хочешь быть благословенным, то направляй путь к благословению. Иди туда, куда Бог тебя направляет. Целеустремленность. Послушай внимательно. Женщина, которая страдала кровотечением, она была целеустремленная. Она сказала в сердце своем. Только коснусь. Вы знаете, она потеряла все. И ей не на что было уже надеяться. Но целеустремленность она не потеряла. Я знаю, что здесь целеустремленные люди все. Почему? Потому что вы сегодня с утра пришли в церковь. Нормальные люди спят. А вы целеустремленные. Вы верующие. Разница в том, что нормальные, которые спят, под них не течет ничего. Под них ничего не пройдет. И они не проживут вечность. Вы закладываете основания для будущих поколений. Вы имеете то благословение, которое должны потом пожать. Вы уже вкушаете, как благ Господь. И цена, которую вы платите, она заключается в том, способны ли мы услышать, что Бог говорит ко мне. Бог сказал в мое сердце. Ты построишь дом, и я строю. И вы знаете, я закладываю так, чтобы мои поколения продолжали строить. Некоторые строят дом, лишь бы прожить сегодня. Я знаю, мой один знакомый, он строил дом, знаете, на 40 лет всего. Каждый день ремонтируют. Мой брат, я думаю, зачем такое строить? Он строил так, чтобы не прикасаться к ремонту. Я думаю, он умрет, его дети умрут, а дом устоит. Почему? Потому что он строил так, чтобы... О, и он строил на земле своих предков, потому что он хотел на века это. Знаете, некоторые строят нецелеустремленно, они не видят себя. Вы знаете, Иосиф мне нравится. Мы видим Иосифа в том, что он видел хорошие сны. Но в Иосифе не это было самое главное. Иосиф был целеустремлен. И в чем он был целеустремлен? Вспомните, когда он давал поручения своим детям, он сказал, вынесите кости мои из этого места. Почему? Потому что я не хочу даже костями здесь быть. Потому что вы выйдете и будете там. Вера, она целеустремленна. Даже когда мы умираем, она действует, потому что цель твоя направляет тебя. Что делает вера? Она направляет твою цель в правильное русло. И если у тебя нету целеустремленности, и нету желания исполнять, знаете, ты как какашка, которая ведет... Ой, извиняюсь. Ну, это правда. Мы можем плыть по течению, которое то к одному берегу у нас, то к другому. Но вы знаете, как корабль плывет? У него есть хвост, который направляет его к цели. И вы знаете, смещение вот этого киля, или не киля, как это, руля, оно смещает его на миллиметры, и можно не попасть в то место, целеустремленность направляет тебя. Вы знаете, люди не целеустремленные, они не добиваются успеха. Они начинают учебу. Бог мне сказал пойти в институт. Ну и сказал, и что? Он учиться там не будет, дорогой мой. Он сказал для того, чтобы ты был направлен туда, и ты захотел это до конца. И мне нравятся люди целеустремленные, которые учат, изучают. Я бываю, школа Стромбека у нас проходит. Я смотрю, как они учатся. Я доволен, потому что я в чате. Так что я в курсе всего, что происходит. Я в чате института видения. Я в курсе, что там происходит. И я радуюсь, почему? Потому что люди целеустремленные, они идут к цели. Но есть такие. Все, конец. Ничего не выйдет, ничего не получится. Все плохо, все ужасно. И с такими не хочется даже общаться. И ты понимаешь, что у них все плохо. Вы знаете, даже если ты в тюрьме, у тебя есть целеустремленность. Потому что Иосиф, он знал, что это временно. Проблемы, это временно. То, что происходит в твоей жизни, и то, что плохо, оно временно. И вы знаете, что делает вера? Она не дает тебе унывать. Целеустремленность, она направляет тебя из того болота, в то место, в котором ты должен находиться. Начни быть целеустремленным. В том, что Бог сказал тебе. Перестань ныть и плакать. Перестань быть недовольным. Перестань говорить, что ууу, мне ничего не дали. Послушай внимательно. И если бы даже Давид не оставил основания, не предложил ему. Вы знаете, у Иосифа было столько, что то, что дал Давид, это было вот столько. Это намного было больше. И он говорит, ну, Давид, ты целеустремленный. Ну, я богаче, я круче, я сильнее. Вы знаете, самое интересное, но посылом была вера Давида. Целеустремленность Давида. Он учился. И вы знаете, он говорил о мудрости сыну своему. Он говорил, чтобы тот был мудр, не по годам. Применил всякое знание. И вы знаете, самое интересное, то, что для меня удивительно, он Богу молился именно о мудрости. Знаете, почему? Потому что ему этого. Мой папа говорил мне о мудрости. Но мне этого не хватает. Вы знаете, часто нам не хватает, и у нас есть недостатки. И Бог восполняет наши недостатки. Он дает нам то, в чем мы нуждаемся, чтобы твоя вера, она исполнилась. Женщина, которая пробирается, она не потеряла надежду. Она была целеустремленна. Целеустремленна. Вы знаете, ее даже толпа не смущала. Ее не смущало то, что о ней будут говорить. Ее не смущали многие вещи. Вы знаете, некоторым смущается о том, что пришел в церковь, пастырь не поздоровался, и все, его нет. Ой, меня обидели. Смущен. Если человек целеустремленный, мне нравится целеустремленный. У нас есть такое служение по недельникам, и я испытываю некоторых на целеустремленность, насколько они сильны в цели, направлении. И вы знаете, те, которые хотят по-настоящему получить что-то от Бога, и вы знаете, не имеет значения. У человека была тяжелая жизнь, плохая жизнь, ему не повезло, но он не потерял цель в своей жизни, или Бог дает ему новую цель и дает силу на исполнение. И вы знаете, я знаю, что в этом человеке закопано сокровище. Он не понимает этого. И мы испытываем это. Знаете как? О, помните, как Ева испытывали? Кому-то не нравится это. Но послушайте внимательно, в нем было закопано сокровище, которого даже он не знал. Он в своей жизни настолько был целеустремлен, что он говорил, я хочу говорить с Богом. насколько ты целеустремлен в своей жизни. Или тебя удовлетворяет то, что мы помолимся за тебя, и ты будешь здоровый или исцелен. Или ты хочешь получить до конца все, что есть у Бога. Сегодня некоторые получают и довольствуются крохами со стола, но есть те, которые говорят, я хочу получить все. тебя может остановить то, что сказал Иисус в твою жизнь. Меня нет. Даже если он скажет, ты не построишь мне храм, я буду заготавливать. Ты понимаешь, что такое целеустремленность? Вера и целеустремленность. Даже если ты не заслужишь и не достоин. Мне нравятся люди целеустремленные в жизни. Они направляют меня, они помогают мне, они поддерживают меня. Потому что я такой же. Вы знаете, есть люди, которые не целеустремленные. Они тянут тебя. И с такими лучше не общаться. Не сидит, не ходит. Есть люди, которые не видят себя. Они думают, что они все получили уже от Господа. Они все приняли. Бог уже. Они царствуют. Как Павел о них писал, он говорит, о, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам царствовать с вами. Так вы только говорите. стремление, стремление, это хорошо, когда мы идем и направляем свой путь туда, куда Бог нас определил. И вы знаете, поэтому мы ходим на ночную молитву. Поэтому мы хотим укрепляться в Господе и могуществе Его силы, дабы исполнить то, что Он предложил мне, дал мне и открыл мне. И вы знаете, Давид, он был настолько целеустремлен, я смотрю на него, на его жизнь, и я удивляюсь. Он подзывает своего сына, когда он уже на Одре и умирает, говорит, слушай, я обещал, что я того-то, того-то не убью, но ты не обещал. Я царь, и я хочу, чтобы твое царство, оно пребывало. Я раньше думал, почему это? Вы знаете, мы делаем глупые ошибки, и мы за эти ошибки несем сами в себе наказание. Мы ощущаем это давление извне, потому что мы сделали когда-то ошибку, но это не значит, что ты не можешь избавиться от этого, что твое целеустремление и стремление к правильному не может это снять с тебя. Убрать это. Некоторые сегодня не могут избавиться от тех ошибок при жизни. Но слушай, твое стремление достичь его откровения, силы, оно даст тебе и масса-масса возможностей и о свободе. Библия говорит о свободе. И многие из вас думают, что они свободны. Но свобода говорит совсем другое. Кого сын освободит? Скажи, кого сын освободит? у меня есть цель. И некоторые сегодня эту цель видят, но призрачно. Они думают, что они свободны, но их давят обстоятельства, давят проблемы, давят то, что от чего ты не можешь избавиться, и я тоже. Но послушай внимательно, оно не сдавливает и не угнетает целеустремленного человека. Он находит в себе силы подняться, доползти, дойти, получить то, что ему нужно. А нужно ли тебе исцеление? Вот поэтому Иисус спрашивал некоторых, насколько ты хочешь этого? Веришь ли, что я могу это сделать? Ты хочешь этого или нет? А то, если не хочешь, то смыслом не давать тебе то, что ты не хочешь. Что ты будешь с ним делать? Ты завтра же потеряешь это, потому что некоторым сегодня даешь свободу, и они снова идут гуляют. Послушайте внимательно, поэтому я проверяю человека, когда мы берем на репцентр. Знаете, на некоторые репцентры берут всех подряд. Поговорите со мной. я хочу посмотреть, увидеть в него в глазах что-то, смотреться в него. Потом уже возможно. Но если я этого не увидел, если у человека цель получить и уйти ничего, он не целеустремленный, он не направлен, значит, с ним ничего не сделаешь. он снова выйдет и найдет болото. Даже если он послушный. Вы понимаете, кто из вас понимает? Послушай, целеустремленности не научишь, она или есть, или нет. Но я знаю, что вы целеустремленный, потому что я сказал уже, вы пришли сегодня утром, когда все спят, воскресенье, выходной день, завтра детей собирают в школу, самим идти на работу и еще чем-то заниматься, и вам сложно, но вы пришли. Вы хотели что-то получить, но я сегодня хочу возбудить вас, то, что вы делаете, оно должно делаться еще с большим рвением. Не бойся. Бог говорит тому, который целеустремленный, Он говорит, не бойся, ибо Я с тобой, Я не оставил тебя, Я не покину тебя, Я буду с тобой, и вы знаете, даже если ты не построишь храм, но Сын твой, которого престол вовек, я об этом только и молюсь. Вы понимаете, что Давид об этом только и молился? Он хотел, чтобы престол его был вовек. Он думал об этом, как нормальный царь, все нормальные цари об этом думают, но Я не царь. И Он говорит, Я готов, моя цель, она исполнится в Сыне Моем, даже если Я умру. Вы понимаете, что ты имеешь сегодня? Насколько твоя вера велика? Вы знаете, ты можешь ныть, недовольным быть, только по одной причине, ты пытаешься манипулировать Богом, но Бог не любит манипуляторов, Он целеустремленных. Боже, дай мне, пожалуйста, копеечку. Иди, слови рыбу, в ней найдешь ты статир. И Он идет, ловит. Знаете, почему Петр, и Он избрал таких же безумных и целеустремленных людей? людей. Потому что, когда им пришлось собираться вместе, еще не было Духа Святого, еще не было ничего, они собирались вместе, продолжали собираться, брошались в жребий для того, чтобы выбирать двенадцатого, потому что Иуда это не тот. У него не было цели в жизни. Он не целеустремленный человек. Он предатель. Вы знаете, самое интересное, то, что происходит в нашей жизни, оно происходит и сейчас, чтобы мы стали целеустремленными, собираемся вместе для того, чтобы Бог поставил нам задачу, для того, чтобы Он поставил нам план, сделал что-то внутри нас, изменил нас изнутри и направил куда-то. Но у нас уже есть цель. Уже есть цель. взыскать Бога. Слышишь внимательно? Кто из вас понимает это? Кто из вас слышит то, что я говорю? Вы знаете, есть такие прихожане и ухожане. Они приходят к Богу, а потом еще и недовольны им. О! Не унывай. таких всегда много. Они получат что-то от тебя или от Бога и потом даже будут недовольны тобой или Бога. Почему? По какой причине? Потому что Бог меня не поставил, чтобы я творил вас цели и направлял вас. если у тебя этого нет, я ничего не могу сделать. Я ничего не могу сделать, если корабль не плывет, а стоит на берегу. Я ничего не могу. Мне нравится. Мы вчера сочинили машину. Слава Богу за брата Руслана. Его нету здесь. Я могу ему сказать это. Слава Богу. И вы знаете, Бог говорил мне, что такое целеустремленный человек. Бог говорил мне, сразу купи этот генератор. После свадьбы я должен был купить генератор, поехать. Ну, время задержалось, я уже не хотел ехать, думаю, куплю потом. Ну, и получилось оно дороже чуть-чуть. 50 гривен, конечно, но все равно дороже. А Руслан говорит, где такие цены? он взял вообще. Ну, меня Бог благословляет, я говорю, но я человек целеустремленный. Я после ночной молитвы. Когда у вас заканчивается ночная молитва? В 2 часа, да. Мы приезжаем где-то в 3, в 3.15, 3.30 домой, ну, потому что нам надо было быстро ехать, потому что уже генератор не работал у нас. Я в 3 часа ночи до 5.30 или до 6. Я нашел все генераторы, которые мне надо. Это для того, чтобы, вы знаете, если нам что-то хочется, и нам хочется поменять что-то, не говори, что ты не целеустремленный человек, не обманывайся, просто направь свое устремление в нужное. или тебя заставит нужда. Если бы ты сразу сделал это, у тебя не было тех проблем, Бог мне говорит, а теперь тебе придется ночью не спать, потому что ты же не можешь заснуть, ты же такой же, ты же ненормальный. Все люди такие ненормальные, они не похожи на других, они не похожи, и вы такие же, правда? Если вам что-то захотелось, вы из носу кровь, но получите это. Так что не обманывайте, что вы не целеустремленные. Некоторые женились, взял, а удержать не смог. не целе. Слушай внимательно, если ты взял, то наслаждайся. Получай удовольствие от того, что ты имеешь. Понимаешь? Или имела, имеешь ты, и она, он, они, в общем. Если ты все время ноешь, бурчишь и недоволен или недовольна, значит, ты не видишь будущего своего с ним или с ней. Проблема не целеустремлен, не в вере, хотя ты принял и взял то, что принадлежит тебе по-настоящему, по-праву. Знаете, мне нравится Давид, но есть противоположная такая натура Саул. Он потерял все, хотя тоже мечтал, чтобы его царство было навеки, но жил сегодняшним днем. Сегодня только благослови меня, сегодня только покушать, сегодня только сделать, а завтра я ничего не думаю, завтра о здоровье своем не думаю, о жизни своей не думаю, о ни о чем не думаю, и он погиб. В полном смысле этого слова, потому что человек без цели, целеустремленности, желания отдать что-то сегодня даже для того, чтобы приобрести большее, не способен на новое начинание, благословение. И он говорит, я отринул его Бог, он мне не подходит. Вы знаете, кто подходит сегодня? Богу? Устремленные люди, целеустремленные, живущие не для того, чтобы прожить только один день, потому что ты вечное создание. скажи, я вечное создание. О, я буду жить вечно. И я буду направлять свой путь к Иерусалиму, я буду направлять свой путь к той цели, которую Бог предназначил мне, я буду стремиться к горнему, о горнем помышлять и о неземном. Если у тебя правильные цели, правильные мотивы, правильное желание, значит, у тебя все получится в жизни. Бог со мной. Он не оставил меня, Он не покинул меня, Он со мной. О, я слышу тебя, Господи, всегда. Он всегда говорит со мной, что бы ни происходило, потому что у меня правильные мотивы, правильная цель, у меня правильное желание, что бы ни происходило. И проходил городами, селениями, уча, по дороге. Помните? Самарянка. Мне нравится эта история с самарянкой, потому что Иисус устал. Когда вы видели Иисуса уставшего в Библии? Ну, возле колодца самарянки. Уставший Иисус привел к покаянию целый город. Если ты целеустремлен, то Бог твои слабости обратит в силу. Скажи, в силу. Бог обратит слабость в силу. И не говори, что я не могу и не способен, потому что Моисею Бог сказал, слушай, я косноязычен. Я дал тебе уста. Я дал тебе способности. Я брата даже приготовил тебе там. Он встретит тебя по дороге и будет говорить даже с народом, потому что ты думаешь, что ты косноязычен. Сейчас такие проповедники к нам приезжают. На ломаном русском говорят непонятном. Украинском вообще не говорят. Их как-то понимают. потому что у них есть цель, целеустремленность. Моя жена некоторых слушает и говорит, я его не понимаю, что он говорит. Я говорю, я тоже. Ну, говорит, складно. Вот так вот и Моисею, может быть, надо было и говорить, тогда мало сомневающихся было. Почему? Потому что косноязычен. косноязычность его была внутри. Страх. Но целеустремленность, желание благословить не давало ему покоя, когда он видел. Вы помните, как умер Моисей? Зашел на гору, посмотрел на землю, свою цель увидел и умер. Слушай, внимательно. Если ты умираешь с целью, у тебя все в порядке. Если в твоей жизни нету целеустремленности, ты как вот это дерево в воде, которое плывет, я уже не скажу, что. Твоя жизнь не должна быть похожа на это. У тебя должна быть цель. И вы знаете, самое интересное, Бог ставит перед нами цели. Бог ставит. В бизнесе, в работе, или еще в чем-то. Кто из вас терпел крах в чем-то? Полный такой крах. И вы так вытрусились и говорили, ничего, Бог дал, Бог взял. Или вы долго сожалели об этом? Нам свойственно сожалеть, это нормально. Но послушай внимательно, у тебя должна не остаться, должен остаться этот оптимизм, желание той цели, которую Бог определил тебе, потому что Он сказал, я тебя не оставил, я тебя не покинул, пусть все пропадет, ничего не будет, земля пройдет, и дела все пройдут, но я с тобой, Бог со мной, насколько ты целеустремлен в этом, я достигну результата. И вы знаете, мне нравится на это, что есть время, у нас есть время, время, которое я в прошлый раз говорил, оно такое малое, что нам надо пробежать это время, пролететь это время настолько быстро к той цели. Кто понимает, о чем я говорю, вы должны стремиться к той цели, как Павел пишет, стремлюсь к почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Не достигну ли я Его, как Он достиг меня Вы знаете, Бог целеустремленный. Это люди башни строят. О, сегодняшний американский президент тоже строит башни. Гостиницы большие. Когда-то вавилонские башни люди строили. Свойственно и желание делать себе имя осталось у каждого. Но послушайте внимательно, это ли твоя цель? Сделать себе имя и все? Или чтобы в том, что ты делаешь, прославился Бог твой? Вы знаете, цель, она благословенна, когда Бог прославляется в том, что ты делаешь. Я получил работу. Аллилуйя, Бог прославится в этом. Я дойду до конца, потому что получить работу, это одно делаю. А быть лучшим там, это уже второе, у меня цель быть лучшим в том деле, которое я делаю. потому что некоторые принявши, взявши, обвиняют всех. Но мне же Бог дал? Нет, Бог дает всем, что ты с этим делаешь. Бог может благословить тебя обилием, богатством и всем, но что ты будешь с ним делать? Есть транжиры, которые транжирят это все, но у людей есть цель. Вы знаете, Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Кто из вас знает это? Я должен быть счастлив, это моя цель. Когда ты исполняешь цель Божью в своей жизни, счастье, оно нахлынет на тебя, наполнит тебя, оно оденет тебя, оно сделает твое лицо, потому что счастливых людей видно. Повернись к соседу, увидь счастливого человека. Счастливых людей видно, потому что они наслаждаются тем, что они делают. Вы знаете, мне эта женщина, которая стремилась к тому, чтобы получить исцеление, вы знаете, она боялась, что ее заметили, но какое у нее было счастье, что ее заметили. Вы не понимаете, о чем я говорю. Я исцелен, я благословен, я счастлив, я силен, я счастлив. Счастье это то, что Бог дает тебе на пути твоего откровения, на пути целеустремленного человека. Всегда есть счастье. И вы знаете, есть некоторые проблемки, которые тянут нас на дно, и оно так опускает нас, но вы знаете, у нас есть целеустремленность, мы хотим глотнуть этот воздух, мы хотим пить эту воду живую, мы хотим и мы стремимся к этому. И если у вас есть целеустремленность, Бог благословит вас. Но если вы ждете, что кто-то принесет вам, даст вам, откроет вам дверь, руку протяни хотя бы, сделай что-то. А, еще секундочку, я заканчиваю. Ну вы, наверное, уже получили что-то, да? Кто из вас что-то получил? Кто-то услышал что-то, что нужно дойти до конца, правда? Теперь смотрите, мне нравится 15 стих про Лепоминон. у тебя множество рабочих и коммунатесов, резчиков, плотников и всяких способных всякое дело. Золото и серебра и меди и железу нет счета. Начни и делай. Слушай внимательно. Тебе нужно начать Соломон, я же уже царь, я же уже пять минут и буду самым-самым. Папа, ты умираешь уже. Он говорит, начни уже делай. Понимаешь меня? Да начни и делай. У тебя все уже есть. Начни у тебя сокрыты все сокровища. Начни начни. Хватит ныть, что кто-то не доделал, что-то не получается, я еще не достиг того возраста времени. Начни. Теперь скажи своему соседу, начни и делай. Это наш лозунг целеустремленного человека. Начни и делай. потому что некоторые ждут, пока кто-то за них вызовет их, позовет их на это шикарное место и сделает все, что они начни. Я поспособствую. Понимаете о чем, да? Я дам. Начни. О, я не дам много, у тебя будет больше, если ты начнешь делать. Вы понимаете, когда ты начнешь делать, Бог тебя благословит. Я не видел еще человека, который был в нужде, который служил бы Господу, который был бы в проблемах постоянных. О, у нас бывают проблемы, но я их даже не замечаю. Знаете почему? Потому что я начал и делаю. и вы знаете, ко мне приходят бабушки после огорода, дедушки, женщины молодые, как бабушки, они не замечают, что у них болит спина, когда надо выкопать картошку. а когда выкопали, они подумали, ой, доктор, я вот что-то вот сильно сейчас заболела, только вот сейчас заболела, вы понимаете, да? Да, два гектара, а у нее не болело до этого, я говорю, а когда оно начало, оно и до этого болело, но я не замечала, я не чувствовала этого, потому что у меня еще много было дел, и она приходит через два месяца, я смотрю на эту женщину, я говорю, слушай, а чего ты вообще пришла ко мне? Зачем? Ты все равно пришла на одну минуту, чтобы спросить, или еще что-то, и как правило, это одномоментная помощь, и все, потому что она забудет завтра, и про доктора, и про меня, она счастлива в том, что она делает, вы понимаете меня? Ну, лучший из них труд, не отдых, понимаете? Некоторые говорят, ой, я на отдыхе буду, там все хорошо, слушай внимательно, когда у Давида был отдых, он согрешил, когда у тебя отдых, значит, у тебя проблемы, ты не целеустремленный человек, если ты стремишься только к отдыху и зарабатываешь для отдыха, это не то стремление, не то желание, правда? А, другое дело, когда ты на отдыхе оздоравливаешься, пьешь водичку там и так далее, отдыхать тоже нужно, хотя бы от себя, а то столько планов, столько идей еще. и вы знаете, самое интересное, то, что нужно сделать в твоей жизни, в моей жизни, это быть целеустремленным, и не сомневаться в том, что Бог тебе поможет, что бы у тебя не происходило, какие проблемы и трудности ты не встречал, Бог будет с тобой, Он с тобой. Я чувствую это, я говорю, Господи, и мне не надо примеров из Библии даже, мне не надо других людей, потому что у меня своя дорога. О, не, конечно, они помогают, они поддерживают меня, но если я целеустремлен, то мне все равно, кто еще прикасался к Иисусу и получил исцеление? Никто, женщина. кто словом получил исцеление? Сотника, слуга, только сказал слово. Человек, который имеет цель, он добивается результата. Твоя цель прожить эту жизнь, у меня была неправильная проповедь, жить, чтобы выжить, назвал проповедь, это надо додуматься было, Боже, прости меня. Честно. Жить, чтобы прожить, выжить и все иметь в жизни, чтобы жизнь текла у тебя рекой. Скажи, во мне жизнь, как река. Во мне жизнь, как река. Вы знаете, твоя жизнь, она полна чудес и благословений. Просто посмотри на это. Кто-то бедный, несчастный человек, но целеустремленные люди, они богаты. у кого есть дом здесь? Поднимите руку. Дом, свой дом. Кто живет на квартире, тогда поднимите руку. Чужой квартире, не своей. О, мало. Смотрите, у кого есть желание получить дом, поднимите больше. на это работать нужно. У тебя должна быть целеустремленная жизнь. Послушай внимательно, на это трудятся люди не один год. Мои родители трудились. Что я с этим буду делать? я сталкиваюсь с людьми, которые потеряли все. Они получили в наследство дома, квартиры, но потеряли все. Они живут на улице и ждут, чтобы кто-то их обеспечил. Мы приходим к Богу и говорим, Господи, ты нас обеспечитель. Да, но я ставлю перед тобой цель и хочу благословить тебя. Как тут написано? Начни. Запомни это. Начни. верить и делай. Начни верить и делай. Начни верить и делай. Это целеустремленность. Это твоя целеустремленность. Мне нравится, один пастырь написал, баптистский пастырь, целеустремленная церковь. Он написал книгу. И он описывает свой путь, как они начинали. У них в церкви не было целей, направления и так далее, и так далее. У них была небольшая церковь. Через некоторое время, когда у них появились цели, они купили здание. У них церковь, по-моему, то ли 15, то ли 20 тысяч человек. Была за год. У них была целеустремленность. И они говорили, так, мы должны это сделать, мы должны. Это собрались такие ненормальные люди, как этот пастырь. Вид этого пастыря, если бы видели, ну, я похож еще на пастыря в пиджаке, да, а он в свитере такой, в очках. Если на него посмотришь, он пастырь, он похож на человека. Вы видели богатых людей? Они не выглядят богатыми. Знаете, кто выглядит богатым? Те, которые живут сегодня. А целеустремленные, у них нет времени на определенные вещи, но у них есть масса времени на что? На что? достижение каких-то результатов, целей, направления. И вы знаете, есть люди ленивые, я не о ленивых говорю, ленивые, которые не смотрят за собой, не стараются ничего, не делают, они на улице живут, ну, как целеустремленный человек достигает результата. и начни и делай, начни и делай, Господь будет, Господь будет с тобой. Это наш лозунг, начни и делай, Господь будет с тобой. Я с утра встаю, я должен этот лозунг повторить, начни, ой, не могу идти на эту работу у меня, ой, опять кушать, варить мужу, начни и делай, ой, не могу опять, начни и делай, твоя жизнь должна быть целеустремленной, начни и делай. Когда у Соломона перестали, цели уже не стало, он уже всего достиг. Вы помните, что произошло? Целеустремленный Соломон начал грешить. Мы бывает начинаем грешить, когда нет у нас целеустремленности. Мы уже сидим в кинотеатре и нам диктуют цели, то, что показывают по этому экрану. мы приходим в Макдональдс и платим деньги с круджу этому, которые целеустремленно забирают у тебя все и здоровье. Вы знаете, если ты целеустремленный, приготовь себе покушать сам, вкусненько, из хороших продуктов. Не плати деньги тому, который я не против Макдональдса, извините, потому что кто-то скажет об этом, кому. Я не против. Я говорю о том, что целеустремленные люди, некоторые вами пользуются. Я не хочу, чтобы вами пользовались. Вы мои братья. Вы мои сестры. и вами не должны пользоваться. Вы должны ставить для себя цели и достигать их. Помните, как мне нравится пись песней? Она запланировала купить, о, не пись песней, притча 30, первая глава, да. Она запланировала купить поле, идет, это о жене сказано, не о мужике даже. Мне нравятся эти женщины. которые запланировала и сделала, у нее все прекрасно. А муж ее у ворот сидит. И некоторые мужья думают, когда я сяду у ворот? Нет, послушай, там муж тоже нормальный, целеустремленный, он стремился к этим воротам, он в парламенте сидит, вы понимаете, что такое у ворот? Это в парламенте, быть депутатом. Вы понимаете это? Это у нас так, у ворот, у ворот семечки жует. нет, он имеет все. И жена его такая же. Так что вы делаете своих мужей, а мужья делают своих жен. Жена только слава, это благословение. Ты целеустремлен в своем достижении, правда? И мы достигнем результата в семьях, в домах, в работе, в труде, в служении Богу. Мы будем лучшими. Стремление быть лучшим, это нормальное стремление, правда? Поэтому Иисус нами при смерти уже говорит, я и дом мой, целеустремленный человек, достигает результата, уже достиг, все, остановись, больше ничего не надо. Он говорит, я и дом мой, вы запомнили дом мой, дом мой будет служить, если дом мой не будет служить Господу, то я еще не достиг результата, но я планирую и я ставлю перед вами не только перед собой, а перед всем своим домом. Некоторые так ставят свои цели, что это не касается никого. Давид ставил так цели, что это касалось целого государства. Мы имеем благословение сегодня быть целеустремленной церкви. И вы знаете, спасение города Борисполя это наша цель. Если ты еще не поставил ее, если здесь приходят одни и те же люди, мы уже привыкли видеть одних и тех же людей. Мы смотрим, привет, как дела, аллилуйя, слава Богу. Для кого я проповедую? А, для меня проповедуешь? Да, я знаю тебя. Тебя Вася зовут, тебя Коля, Миша. А тебя как зовут? Я тебя не знаю, но я хочу проповедовать тебе. Я хочу говорить слово, у меня есть цель именно для тебя, того, которого я не знаю. Я выбрал тебя, я избрал тебя. Когда Бог, Он выбирает людей, вы знаете, Он выбирает только для того, чтобы Его цель исполнилась. У меня еще есть люди, которых вы не знаете, которым я должен проповедовать. О, есть те, которых я должен привести. У меня есть цель. Иисус ради этой цели шел. какая у тебя цель? Прожить, пробыть, просидеть. У нас учеба была. Я приходил на лекцию проспать. У меня была такая цель, честно. Потому что я уставший после работы, служения, работы. Иоанна, лекция. О, лекция, слава Богу. Только и вы понимаете, что если у тебя такая цель, ты пропускаешь много. Лучше бы ты дома поспал. Так тебя заставляли писать конспект этой лекции, так что-то ты воспользовался и знал. И нам надо сдавать было от руки записанные конспекты. Но если у тебя цель проспать, о, бывает что-то упадет тебе. Некоторые всю проповедь проспали сегодня. Они не получили ничего. Они вышли отсюда. Ну хорошо. Но у меня есть цель для вас. Те, которые проспали, просились. А теперь услышь меня. В следующее воскресенье приведи с собой еще одного человека. Будем спасать. Будем выводить из рабства греха. Когда ты поставишь для себя такую цель, ты целую неделю не будешь иметь покоя. Ты будешь за это молиться. ты будешь об этом думать. Ты будешь об этом мечтать. И у тебя как минимум будет 10 человек. Ну на всякий случай, чтобы одного привести. Для прозвона. Для того, чтобы... И когда ты ставишь эту цель спасения этого города, посмотри вокруг себя сейчас, нас здесь сколько приблизительно? Ну 35, 40, 50 человек, да? Вот если каждое служение приводить по одному, мы уже за 5 лет спасли весь этот город. Если мы приводили каждый по одному человеку, по геометрической прогрессии, это математика, это легко. Бог благословляет целеустремленную церковь. Но если я думаю, что пускай пастырь это сделает, ой, ничего не готово, я не хочу. Слушай, это я не сделал, это я не готов. Хватит кого-то винить, потому что некоторые, знаешь, у меня плохая семья, потому что у меня жена плохая. Проблема не в жене. А у кого? кого? У наслаждаюсь своей женой. Всегда. Даже если она в плохом настроении. Я улыбаюсь, говорю, все будет хорошо, Наташа. Да, как же было? Да, она так не говорит, я шучу, а то потом скажет ты меня. У нас есть то, что подбадривает и обадривает друг друга. И вы знаете, мы делаем вокруг себя атмосферу благословения. Правда? Если мы целеустремленные, есть люди, которые достигли уже результата. Вам надо строить новые. У Соломона был грех. Знаете какой? Он уже построил столько храмов. Он один должен был построить и хорошо. Он своим женам начал строить. Хороший строитель просто. А жены его начали водить в эти храмы. И начал он грешить. Не жен он взял, ну, жен он взял по политическим соображениям жены, чтобы денег больше иметь. Проблема в том, что он начал ходить и водиться за ними. У него уже других целей не было в жизни. Баня, сауна, там, а, какая разница в какой храм сходить. У людей нету целеустремленных людей, знаете, у них нету времени на развлечение, нету времени на чуждое. Понимаете меня? Кто это из вас понимает? Если у вас есть время, значит, вы не сильно заняты, вас надо догрузить. И вы знаете, проблемы приходят к таким чаще. Там проблема, там проблема, там проблема. Вы знаете, где проблема у Соломона была? В семье. В семье. В семье. Его сын был неправ. разделение государства началось с сына. Почему? Потому что мало, наверное, уделял чему-то. Не научил, как Давид его научил. Давид даже приготовил все, чтобы у него был так он бежал, 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 бежал и устал. Кто из вас устал сегодня? Кто из вас устал уже достигать результата? Я вам честно говорю, бывает, даже Давид уставал. Мы бывает утруждаемся, но не для отдыха, а для переосмысливания своей ситуации. Сказать, Господи, что мне делать? Что мне делать? Что мне сделать и еще? Знаете, какой самый лучший отдых? Это смена труда, вида деятельности, смена вида деятельности. Может, ты уже сделал то, что нужно, а начать делать уже другое? О, не, 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 с семьей это однозначно надо семью строить. Не о семье говорится. А что говорится? О служении в церкви. Некоторые просто имеют откровение, но не достигают результата. Вы знаете, мне нравится, когда Катя выводит, она целеустремленная церковь сразу. Мы были в Дании, там девочка одна за пультом сидела. Такая же программа, как у нас. Она все с интернета подоставала. Песню только подхватываешь, и она сразу находит. Наши вышли петь. так они, ну они же русского языка не знают. Они пару слов каких-то знали, ввели этот поисковик и случайно вывели Насте Каменских и Потапа песню. Все говорят, вау, что вы сделали? Но они старались. Я потом подошел и рассказал, что они песню эту, но они нашли. Она делала и хватала на лету. И слова уже были. Но три кнопки покажите, расскажите. Да слушай, если ты целеустремленный, ты найдешь и ты поймешь, что нужно нажать. Правда? Это не мое. Мое твое наше. Если Бог дал тебе это, значит оно твое. Относись как к своему. Дороже этим. Вы знаете, я люблю людей целеустремленных. Во всяком деле, которое он делает, он успешен. Он преуспевает. Не из-за того, что он умный. Он такой настырный, упертый, достигает результата. Нецелеустремленный человек, он сдается на полпути. Он еще не добежал до финиша. Он уже устал. Десять метров прошел. надо в больницу ложиться. Моя бабушка говорила, отдохнем на небесах. Я говорю, какая-то ты странная бабушка. Она прожила счастливую жизнь. она умирала. Не один из семьи нашей, ну, как два человека только было верующим. Но она сказала, я вымолила вас всех у Бога. и вы все покаетесь. Через год после смерти начали каяться. Не по одному человеку, по два, по три. Тех, которые не ожидали даже, не покаялись. Покаялись все. Кто-то служитель, кто-то пастор, кто-то жена пастора. Но они все в церкви каждый день в воскресенье, понеделье, в вторник среда, как я, наверное. она молилась за вас. И вы знаете, самое интересное то, что меня удивляла ее вера целеустремленность. Три раза в неделю пастилась. Пожалей себя, у тебя здоровье, у тебя проблемы со здоровьем. Зачем? Три раза в неделю пастилась. Один раз за семью, другой раз за пастыря, и третий раз за церковью. Три раза в неделю она прожила счастливую жизнь. И когда она умирала, она много неверующих людей пришло, потому что столько она сделала добра людям. Мой дедушка было интересно, он был неверующий, она молилась, целеустремленная был плохим во всех отношениях, но она молилась, она целеустремленная женщина. Он согрешил, он неправильно поступил с ней, она разделила свой дом. Он жил в одной стороне, она ухаживала до смерти за ним, он умирал от рака, он видел рай, ад, потому что говорил, Бога нет, это все выдумки. Но перед смертью он все это увидел. Бабушка досмотрела его до самой смерти. Почему? Потому что есть за этой жизнью еще что-то, целеустремленность, она не заканчивается на том, что у тебя сегодня есть. Она смотрит в будущее, она много видит. И вы знаете, самое интересное то, что я боялся своей бабушки. Вообще страшно быть возле целеустремленных людей. Хочется поспать, отдохнуть по молодости. Хочется ничего не делать, но с такими людьми целеустремленными очень сложно. Они когда начинают, они ждут результаты этого. вы понимаете меня? Кто из вас понимает? Если мы застыли на одном и том же, надо покоять, надо возвращаться, выйти из этого. кто виноват? Да никто не виноват. Ты целеустремленный человек. Ты направишь, ты сделаешь все, у тебя все выйдет, у тебя все, Бог даст тебе силу. если Бог допустил. Ну совершил ты ошибку, ну и что? Мне все равно. Но если ты целеустремленный, ты достигнешь результата. Помните Петра? Он трижды отрекся от Иисуса Христа. Он шел за Иисусом, когда его ввели в Синедрион и в тюрьму там, он шел. В доме первосвященника Божья девушка увидела, она сказала, что это тот, который с ними. Воин увидел и определил, что это тот человек, который отрубил моему родственнику ухо. я его знаю. О, он говорил, нет, это не я, это я вообще никого не знаю, я не знаю. Знаете, наша целеустремленность бывает, она уходит куда-то, но что нужно сделать? Покаяться, сказать, Господь, прости меня, прости меня, я согрешил, я делал, а теперь перестал делать, мне надо что-то изменить. И когда я скажу, когда я каюсь, мне надо начать делать то, что я делаю. И вы знаете, что делал Петр? Он всех собирал вместе, и он собирал, продолжал собирать вместе. Только у него еще цели не было, только еще направления не было. По дороге Бог научит меня, Бог даст он определил. Что нужно делать? Возьми и делай. Начни и делай. И делай. Начни и делай. Некоторым надо начать свою жизнь заново. Все заново. Начни. Начни это слово начни. Я к верующим говорю начать надо. Скажи начни. Кто еще не начинал начни. Кто уже начинал но упал устал там что-то как-то неправильно поступил снова начни. Знаете что оптимизм говорит? Все будет хорошо. Начни заново. Начни заново. Аминь. начни верить заново. Бог не изменился. Мы меняем свое мысли. Наташа мне говорит аминь. Вот она мне помогает бывает. Я ее люблю за это когда она помогает. Давайте встанем. встанем. Аминь. Я знаю, что каждый из вас, он целеустремленный человек. Каждый из вас имеет какое-то направление и цель в своей жизни. Мы имеем благословение. Начни изучать, искать, чтобы это воплотить в жизнь. Правильные цели. Я, если что-то не знаю, я изучаю этот вопрос. Я пошел сейчас на курсы по ультразвуку. Мне они не нужны. Я травматолог. И думаю, зачем я пошел туда? Но я никогда не направляю больных на ультразвук, потому что знают, что суммография делает определенные вещи. Ну, я не уверен в этом. Исследования пока сам не пощупаю и не увижу. Я хочу изучить это. Я плачу за это деньги для того, чтобы изучить это. Я плачу цену для этого. У меня будет загруженный график, время и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что я потерял. Я сидел на работе. У меня больных сейчас мало было, но в межсезонье, знаете. Придет сезон, и я буду на работе. Сейчас межсезонье. И в этом межсезонье надо себя как заставить что-то делать. В каждом из нас есть межсезонье. Заставь что-то делать, изучай. В том, что ты поставил. Кто-то включит проповедь, начнет слушать. Кто-то начнет читать Библию. Больше, чаще. В межсезонье началось все порядок. О, у некоторых это не перестает межсезонью быть. Значит, Бог тебя подготавливает к очень большому человеку. Учи, изучай. Какие-то процессы. Но в том деле, которое ты хочешь быть. Потому что целеустремленный человек, он достигает результата. Костоязычный меня интересует. Я буду проповедником, как мой сын говорил раньше. Поповедником. Сейчас он уже большой, и просто воскресенье меня удивляло. Поповедником. Это благословение. Когда ты ставишь цель и достигаешь его. Но для этого надо учиться. Изучать какой-то вопрос. Если у меня что-то не получается, значит, я чего-то не знаю. Значит, я чего-то не изучил хорошо. Поэтому мы в церкви. Поэтому мы здесь обадривать друг друга, поднимать друг друга. Но вы знаете, если ты перестал искать, чтобы люди спасались, приходили в церкви. Ты устал. Ты устал. Утрудился от чего-то. Тебе надо начать. Начать. И делать. Потому что ведение не изменилось для тебя. Правда? Начни. Начни. И делай. В следующую воскресенье. Мы выполним план по спасению. Да? Одного человека. Запомни это. Начни. И делай. Один человек должен быть с тобой. Ты должен сидеть возле него рядом. Не так, чтобы посадил и ушел. Сядь возле него. Скажи. Слушай. Ты пришел в самое лучшее место. Тебя научат здесь жить. Заново. Потому что то, что ты имел раньше, ничего не значит. Я свидетель этого. Бог есть жизнь. И Он дает жизнь. Если ты сейчас нуждаешься в том, чтобы тебя поддержали в молитве. Может ты проходишь, как Петр проходил. Знаете? Уже отрекся от того дела, которое делал. Отрекся от Иисуса Христа. Три года делал, а потом отрекся. Ну, на распуте бывает такое. Цель, она ушла. Ты почувствовал какую-то тяжесть. Ты устал. Пожалей себя. Нет. Начни и делай. Тебе надо покаяние. Сказать, Господь, прости меня. Кому здесь надо такое? Поднимите руку. Я буду молиться вместе с вами. Слава Богу. Я за вас помолюсь. Выходите сюда. Я знаю, что вам надо цель. Вам надо правильная цель. Вам надо сила от Бога. Давайте, чтобы вся цель, чтобы вся цель, чтобы вся цель молилась, а мы, если ты чувствуешь, что в тебе этот огонек перегорел, просто начни говорить, Господь, я нуждаюсь сейчас в тебе. Я нуждаюсь в тебе. Я нуждаюсь в тебе. Говори Ему. Бог дает вам исцеление. Бог дает силу. Помните, как Иисус сказал, но когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетельствовать. Некоторые ощутят снова силу, Боже, здесь, на этом месте, кто вышел. Вы почувствуете ту благодать, благословение заново, и у вас цель загорится с новой силой. Не чтобы выжить, а чтобы все вокруг было хорошо, чтобы все было приготовлено, чтобы все было... Классно. Бог приготовил мне царство. Аминь.